На могилу к брату Валерия приехала из Украины. Владимир Щербаты погиб в 91-м году. Женщина говорит, очень важно чтить память своих предков. Кроме того, это еще одна возможность собраться всей семьей. В принципе, это единственное, наверное, уже место такое, где может съехаться вся Родена, весь род. Как говорят, это светлая печаль, но она никогда, наверное, не будет светлой. Это слезы до сих пор. Он погиб 41 год. Встались дети, дети уже выросли. Тоже приезжает. Само слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость». Оно обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти своих близких, а наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь, жизнь вечную. В этот день верующие приносят покойным радостную весть о воскресении Христовом. Эта традиция уходит корнями в глубокую древность. Мощи преподобных Киево-Печерских переоблачает в темные цвета. Уже к Пасхе их переоблачает в светлые цвета. И когда преподобный Дионисий Печерский пришел переоблачать их в светлые тона, он произнес слова, эти же слова, жизнеутверждающие отцы. Священники говорят, дни пасхального поминовения очень важны. Мы несем на кладбище надежду на то, что в будущем тоже перейдем в светлое Христово воскресение. Не здесь, а в мире ином. Еще одна традиция поминального дня – дарить подарок за душу покойного. Мир иной, мир загробный, он существует, он есть, что Христос воскресе. И что эти люди, за которых мы дарим, за наших друзей, знакомых, родственников, они нуждаются не в этих самых подарках, а в том, чтобы приняв этот подарок, поминовение, мы все-таки помянули его в своих молитвах. А вот вспоминать усопших алкоголем или трапезой на могиле – скорее пережитки язычества. Священники советуют лучше помолиться за близких или поставить свечу за упокой. Тем более, что радоница у православных длится всю неделю. Сюзанна Новогян, Татьяна Семенюк и Юрий Бижан. Первый Приднестровский телеканал.